Всем привет! Давайте чуть отличимся от президентских выборов и от наших кандидатов, от битв анализов и рэп-баттлов, дебатов, поговорим о некоторых других вещах, важных, которые происходят. Хотя они тоже, конечно, связаны с нашими выборами. Сейчас в ПАСЭ заканчивается сессия, апрельская сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы. И как уже стандартно, практически каждую сессию, произошла очередная попытка пророссийских лоббистов сделать шаг, а лучше очень много шагов, навстречу к тому, чтобы вернуть Россию Парламентской Ассамблею Совета Европы без санкций. Давайте сразу успокою, зрады не произошло и катастрофы там не произошло. Но прежде чем мы разберемся детально, что же произошло, давайте вообще поймем, что такое ПАСЭ. Потому что, я думаю, эта аббревиатура много раз слышали украинцы, но я думаю, что не каждый, в общем-то, понимает, как она расшифровывается. Поэтому давайте пройдемся. Итак, есть такая организация, которая называется Совет Европы. Создана она была в 1949 году, как идея того, чтобы больше никогда не допустить войну на европейском континенте. После страшной войны Второй мировой в 1949 году ее создали. Одним из идеологов ее создания был Винстон Черчилль, ну и другие, скажем, настоящие лидеры, которых сегодня так не хватает в мире. Это тема отдельного разговора. Эта организация существовала и свою роль выполняла. Когда появился еще один интеграционный проект, а именно, вот уже действительно интеграционный проект, а именно Евросоюз, то роль Совета Европы стала снижаться. Потому что очень многие страны вошли в Евросоюз, выйдя на совсем уже другой уровень своего сотрудничества и интеграции. И Совет Европы как бы стал чуть-чуть отходить. Однако, когда произошел развал Варшавского блока и развал Советского Союза, то в Совет Европы вошли страны Восточной Европы, включая Украину, Россию, другие страны. И это придало новое дыхание Совету Европы, и он стал много внимания уделять именно событиям здесь, армяно-азербайджанскому конфликту, ситуации вокруг Молдовы, вокруг Грузии. Ну и когда начались события вокруг Украины, то и Украине. Что входит, из чего состоит Совет Европы? В Совете Европы есть несколько отдельных организаций, а именно, парламентская ассамблея Совета Европы. Грубо говоря, это как парламент. То есть там представители всех парламентов стран приезжают, разговаривают, дебатируют, дискутируют и могут принимать резолюции. Резолюции ПАСЭ не являются обязательными для исполнения членами организации, то есть странами. Но это, знаете, как очень уважаемый орган, это как Совет Старейшин, там представьте себе, ко мнению которого принято прислушиваться в международной политике. Это первая часть. Второе. В Совете Европы есть Европейский суд по правам человека. А вот это очень важная организация, потому что ее решение обязательное для стран-членов Совета Европы. И судей Европейского суда по правам человека избирает парламентская ассамблея Совета Европы. Это важная функция ПАСЭ. Третье. Организация, которая есть в ПАСЭ, это комитет министров. То есть это, грубо говоря, как правительство. Там представлены министры иностранных дел стран Совета Европы. Есть послы, которые непосредственно находятся в Страсбурге и постоянно от каждой страны, которые в постоянном режиме работают в рамках комитета министров Совета Европы. Есть еще конгресс местных и региональных властей Совета Европы. Можно легко догадаться, это местные депутаты, которые съезжаются обсуждать проблемы местного самоуправления. Вот, в принципе, основная картина. Конечно, ключевыми организациями здесь является ПАСЭ, Европейский суд по правам человека и комитет министров. Вот, я имею честь быть в делегации Украины, в парламентской ассамблее Совета Европы. Нас таких 12 человек полноправных членов делегации и 12 заместителей. Я являюсь одним из вот этих полноправных членов нашей делегации. Теперь, что же произошло? Теперь, возвращаясь, давайте еще два слова. А зачем же нужен весь этот Совет Европы, если его резолюции не обязательны? Это ключевая международная площадка, где обсуждаются европейские проблемы всего континента. В Совет Европы входят 47 стран. 47. То есть, это почти на 20 стран больше, чем входит в Европейский союз. То есть, все страны континента входят в Совет Европы. И там обсуждаются общие вопросы. И ездят туда депутаты, которые интересуются международной политикой. И поэтому, когда обсуждаются международные вопросы, я не знаю, в парламенте Франции, в парламенте Испании, в парламенте Польши или другой страны, то мнение депутатов, которые представляют эти страны в парламентской ассамблее Совета Европы, очень важно. Потому что они считаются экспертами и специалистами как раз в международных делах и международной политике. И поэтому для Украины эта площадка крайне важна. Во-первых, для того, чтобы доносить свою позицию до ключевых персон, лидеров мнений, политиков, депутатов всех стран Совета Европы. Еще раз повторюсь, их 47. Второе. Добиваться принятия резолюций, которые могут ложиться в основу решений Европейского суда по правам человека. Вот, например, мы в январе приняли резолюцию по событиям в Керченском проливе и Черном море. И там мы прописали очень важные для Украины пункты, которые позволят нам, когда мы будем судиться в Европейском суде по правам человека, я просто эти правки докладывал, был их первым автором и докладчиком, вот эти правки позволят нам выигрывать эти суды. То есть здесь мы уже из дипломатического фронта переходим в юридический фронт. Вот в чем важность этой организации. Теперь, коротко, что же произошло сейчас. Была новая попытка отменить санкционный механизм в отношении целой страны. Что это значит? Чтобы нельзя было наложить санкции на страну целиком за нарушение ею ценностей и принципов Совета Европы. Как сегодня такие санкции наложены на Российскую Федерацию. И российская делегация отказывается ездить в Страсбург без полномочий. То есть сегодня они приехать в Страсбург могут, никто им не может это запретить. Но они не имеют права голосовать, входить в руководящие органы, принимать участие в мониторингах и так далее. И в таких условиях россияне решили, что им лучше вообще не ездить, чем позориться и в таком статусе сидеть. И поэтому Россия и ее лоббисты придумали. А давайте мы отменим вообще механизм наложения санкций на страну целиком. И тогда вопрос как бы отпадет сам. Мы не сняли санкции с России? Просто их теперь нельзя наложить. И вот это они уже делали несколько раз. Мы несколько раз это останавливали. В том числе напомню, если кто-то помнит, зеленые перчатки, в которых я выступал, демонстрируя токсичность России. И тогда была такая же попытка. Сейчас произошла еще одна. В результате мы попытались эту резолюцию вообще снять. К сожалению, нам это не удалось. Но тогда украинской делегации удалось внести туда поправки, которые не отменяют действующий санкционный механизм, но позволяют создать еще один санкционный механизм. Почему я не могу сказать вам, что это окончательная победа, вот такая же, как у нас была, например, прошлой осенью? Потому что теперь, я думаю, может произойти следующая попытка. Сказать, раз у нас есть другой санкционный механизм, то зачем нам нужен этот, старый? И вполне возможно, что будет попытка его все-таки отменить. Но в любом случае это придет на ассамблею. Может ли такая попытка произойти в июне месяце? В теории может. И, наверное, и на практике произойдет. Потому что каждую сессию они что-то пытаются сделать. Но на этой сессии тот план, который они ставили перед собой, они его не выполнили. Они его выполнили, я не знаю, на 10% от того, что планировали. Поэтому Украина не проиграла. Но мы увидели, что ситуация в Совете Европы сейчас сложная. И она стала сложнее, чем была раньше. Я думаю, что в чем-то это связано с нашими выборами. Потому что они видят, что выборы у нас проходят сложно. Кто у нас придет к власти, непонятно. И, ну это отдельно, мы это с вами не раз обсуждали в блогах. Если они увидят, что у нас слабый, слабый президент, который является главой дипломатического фронта по должности, то тогда, конечно же, Россия попробует воспользоваться этим окном возможностей. И как можно больше отдавить санкции, снять их с себя в Совете Европы. А снятие политических санкций в Совете Европы, это прямой путь для того, чтобы пророссийские лоббисты в Евросоюзе, например, сказали, слушайте, а зачем мы держим экономические санкции против России, если вон уже в Совете Европы, у уважаемой организации, с них снимают политические санкции. Поэтому так важно нам держать этот фронт, и мы будем дальше бороться. Да, и забыл добавить, а это важно. Кроме прямых агентов России, в Совете Европы активно действуют их пропагандисты. В частности, подполковник Скобеева, которая дала имя нарицательное Скобеевщине, она уже не вылазит из Совета Европы, занимается своими провокациями. В частности, написала, что меня там за зеленые перчатки и вообще за мою позицию по отстаиванию Украины якобы вызывали в регламентный комитет и что-то мне там ай-яй-яй сказали. Но это все вранье. Сказала, что каким-то образом есть проблемы у украинских журналистов, в частности у Сергея Сидоренко, главного редактора «Европейская правда», на самом деле очень уважаемого мной журналиста, и не только мной, но и всеми людьми, которые интересуются международной тематикой. Я хочу успокоить, это тоже неправда. Никаких проблем у Сергея Сидоренко нет. Это просто очередные фейки российской пропаганды. Скобеева, уже хватит врать, ну уже хватит, ну уже устали все от тебя, ты только еще больше демонстрируешь, как низко пала ваша страна. Извините, что долго, но это важная, мне кажется, тема для тех, кто интересуется международной политикой, и не просто слышать какие-то формулировки «посе», «победили», «не победили», а понимать так более четко, что происходит. В этом я вижу суть своего YouTube-канала. Если вам понравилось, подписывайтесь, будем дальше с вами обсуждать самые важные проблемы политические в Украине. Спасибо.